Следующий тип аргумента – это обусловленный аргумент. По словам названия, обусловленный, говорили о том, что в нем есть условие, да? Какими словами обычно в русском языке условие выражается? Да, условие. Я тебе дам то-то, то-то при условии, дальше что говори сами? Если, то вот эти слова являются признаком условий. Так вот, обусловленный аргумент – это аргумент, содержащий условие. То есть, в нем предпосылки связаны условием. Если А, то Б. Если хорошо будешь готовиться, то Б – хорошо, дальше экзамен. Вот. То есть, таким, по сути дела, если это расшифровать, то есть, если вот эта предпосылка А истинна, то предпосылка Б – истинна. Да, вот. Вот оно условие. И выражается обычно, записывая вот такой логикой – А, следовательно, Б. То есть, если будет истина А, тогда в этом случае истина и Б. Обратите внимание, что очень интересно, как вот мы говорили про аргумент обоснованный, что обоснованность аргумента – это свойство самого аргумента. И оно не зависит от того, истинна или нет предпосылки или вывода. Тут тоже очень важно, что обусловленность аргумента не определяется истинностью или ложностью этих двух предпосылок. Обусловленный аргумент говорит об истинности условия. Вот это условие правильно. Аргумент истинен, если истинна само условие. Какие бы ни были предпосылки. Если предпосылка А будет ложная, то, значит, соответственно, Б – мы не знаем, истинна или ложна. Вот, но условие остается тем же самым. При истинном А – Б будет истинна. Мы точно знаем, что А – истина? Откуда мы знаем? Ну, вот я знаю. Откуда мы знаем, что А – истина? Вот если мы сомневаемся, что А – истина, то… То есть, тут и дело, что обусловленный аргумент – нет, мы можем в Б не сомневаться, а сомневаться, кстати. Мы будем сейчас говорить подробнее. Вот. Мы, при обусловленном аргументе, мы не сомневаемся в условии ей. То есть, мы не сомневаемся, что условие таково. Что вот если бы А – было бы истина, то Б – было бы истинна. А на самом деле истина А или Б – значение в данном случае не имеет. Вот. Кстати, а кто помнит, что такое значимый аргумент? Да. То есть, это обоснованный аргумент. Я просто вспомнил об этом еще раз, чтобы вы запомнили просто, или приняли, кстати, еще один термин. В некоторой литературе вы встретились с термином «валидный» аргумент. Это просто нехороший, плохой перевод английского языка. «Valid» – то же самое, что по-русски значим. Но в некоторой литературе вы узнаете, что валидный аргумент. То есть, тот аргумент, который мы можем пользоваться. Аргумент составлен правильно, он обоснован и предпосылки истины. Но возвращаемся к обусловленному аргументу. Значит, утверждения «А» и «Б» обычно имеют названия «предшествующие» и «последующие», или же называются из школы из математики, вы помните название «необходимое и достаточное». Вот условие «А» является предшествующим, и оно является достаточным для «Б». То есть, если «А» – истина, то этого достаточно для того, чтобы «Б» было истинным. «Б» называется «последующим», и оно для «А» является необходимым условием. Потому что, если «Б» не является истинным, то «А» тоже истинным не является, потому что, если «А» было истинным, «Б» было бы истинным. Таким образом, «А» достаточно для «Б», а «Б» необходимо для «А». Не совсем, то есть «Б» в подчиненном отношении, по отношению «К». То есть, без истинного «А» не будет, без истинного «Б» не может быть истинным «А». Потому что условие «Истина», то «А» должно было быть истинным. Вот. Но при истинном «Б», «А» может быть, при истинном «Б», «А» может быть не истинным. Да. То есть, то, что «Б» – истина, нам ничего не сообщает об «А». Таким образом, значит, истинность «Б» – это необходимое условие для «А», «А» – истинность «А» – это достаточно. То есть, «А» – истина, этого достаточно, чтобы «Б» было истинным. То есть, «А» не истинно, «Б» может быть истинным. Вот. Совершенно верно. «А» может быть не истинным, но «Б» все равно истинным. Вот. Но для того, чтобы… Но если «Б» – истина, уже этого необходимо для того, чтобы была истина. Вот. И как мы уже говорили, что обусловленность аргумента не обозначает истинность предпосылок. Пример из Писания, любимое нами место, 13 глава 1 послания Коринфянам. Здесь мы имеем три условия, три обусловленных аргумента. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я имею звенящий или тимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое опознание и всю веру, так что могу горы переставать, я не имею любви, то, опять же, если то, это условие, то я ничто. И если я раздам все имение и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет во мне никакой пользы. Значит, это истинное утверждение или не истинное? Утверждение истинное, но что в этом утверждении является истинным? Истинным являются предпосылки или условия между ними? Конечно же, условия. То есть, это утверждает, означает ли это истинное утверждение, что Павел говорит языками ангельских? Не обязательно. Не обязательно. Утверждает ли это, но должен сказать, что это единственное место, где ангельские языки упомянуты в Библии. Поэтому, если кто-то... Я не богослов, и все тайны Божьи мне не открыты, поэтому наверняка у ангелов должны быть какие-то языки. Правда, у меня есть на это своя точка зрения, что языки ангельские – это язык того, к кому послана весть. Потому что ангел – это вестник. Вот. И если ему дана весть на языке, которого не понимает тот, кому она адресована, то и к тем же вестникам он может быть. Вот. Но, значит, если кто-то все-таки исповедует, что у ангелов есть какие-то свои особенные языки, на которых они между собой там общаются, вот, то ему надо в Библии поискать другое место, а это место об этом не говорит. Это место всего лишь говорит об условии ей. Потому что если бы оно утверждало истинность того, что Павел говорит языками ангельскими, с тем же успехом оно должно было говорить, что Павел уже отдал свое тело на сожжение. Тогда чем же он это написал, если тело у него уже сгорело? Вот. Или что Павел переставлял горы. Вот. Это условие. И данное место говорит об истинности именно условия. То есть оно не означает истинность самих предпосылок. Я говорю языками ангельскими, я могу горы переставлять, я отдал тело на сожжение. Проблема об условленном аргументе в том, что сам этот аргумент мы никак не можем использовать. То есть он не имеет вывода. Он лишь констатирует истинность вот этого самого условия. Но нам-то для нашей жизни нужно иметь какие-то выводы. Вот выводами являются те следствия, которые мы можем делать из этого аргумента. Так вот, опасность этого аргумента в том, что из него можно сделать 4 следствия, из которых будут 2 верные, 2 неверные. То есть 2 вывода, которые мы из него сделаем, будут обоснованы. Но есть возможность сделать из него 2 вывода, которые будут не обоснованы. И это большая опасность, ловушка для нас, с одной стороны. С другой стороны, если вы научитесь различать эти неверные, то вы сможете видеть их в аргументации своих оппонентов. Именно к этой типу ошибки сводилось, помните, мы говорили, что для роста церкви нам нужно играть в шашки. Вот, это был на самом деле из этой серии. Итак, первый обоснованный аргумент, который можно построить на основании обусловленного аргумента, это так называемый признание предшествующего. Или в латыни это modus ponens, метод построения. Он строится следующим образом. Нам известно условие, если А, то Б. И нам известно, что А истинно. Из этого какой вывод мы можем сделать? А, Б? Б тоже истинно. Это вот правильный, значит, обоснованный аргумент. Это уже дедуктивный аргумент, который мы делаем из этого условия. Наобразение, что условие является всего лишь одной предпосылкой этого аргумента. То есть одной предпосылкой аргумента является условие, второй предпосылкой, значит, известный нам факт, что А истинно. Если нам этот факт неизвестен, как вы тут спрашивали, то, естественно, мы этот аргумент строить и не можем. Но никоим образом это не влияет на истинность самого условия. А второй обоснованный аргумент, который мы построим, называется опровержение последующего, или моду столин с метод разрушения по латынии. Нам известно, что если А, то Б, нам известно это условие. И дальше нам известно, что Б ложно. Из чего мы сделали вывод, что А ложно, потому что, значит, это необходимое условие. Если бы, то есть, если бы А было истинно, то Б было бы истинно в любом случае, потому что это достаточное условие. А раз Б не истинно, то А истинно быть не может. Вот это два обоснованных таких вывода, которые мы можем сделать. Пример. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему. Вот он говорит об условии. Значит, два вывода можно было бы сделать. Значит, если А, то Б, А истинно, он пророк, следовательно он знает. Это первый вывод, который мы можем сделать. И мы-то знаем, что это и есть правильный вывод. Просто у фарисея были другие критерии определения пророк не пророк. Вот. А это тоже обоснованный вывод, но который на основании своей ложной предпосылки делает фарисей. Если А, то Б, Б это ложь, следовательно А ложь. Раз не знает, то не пророк. Но, значит, к сожалению, на основании этих же, на основании того же самого условия можно сделать два неверных вывода. Первый это опровержение предшествующего. У нас есть условия, если А, то Б, и мы знаем, что А ложь, из чего мы делаем вывод, что Б это ложь. Да Б, может, не обязательно будет ложь. Мы знаем, что если он пророк, то он знает. Вот. И дальше мы знаем, что он не пророк. Следовательно, он не знает. Это вопрос, откуда сам фарисей знает, кто эта женщина? Да, то ли сам приходил, пользовался ее слугами, то ли слухами пользовался. В любом случае, явно поступал не достоинно пророка. Вот. Но при этом он знает. И таким образом, вот такое рассуждение будет неправильным. И второй пример, это признание последующего. Если А, то Б, и мы знаем, что Б истинно. Следовательно, А истинно. Это тоже неправильный вывод. Раз знает, значит пророк. То же самое мы, опять же, говорим про этого фарисея, который знает, хоть и не пророк. То есть мы видим, что вот эти, проблема в том, что вот эти варианты, они выглядят очень правдоподобно. Да, как бы логично. Но вот это тот самый случай, что раз гробница оказалась пустой, значит Иисус воскрес. Вот. Тут же платят деньги стражникам, чтобы они рассказывали, что байки, что ученики украли, а стражники за это никакого наказания почему-то не получили. Хотя по закону Римской империи, вот, им грозило, грозило то, что должно быть Иисус. Вот. И еще раз говорю, что при этом ученики, необразованные, как некоторые считают, беллейские рыбаки, они забывают, что вообще-то еврейские рыбаки, причем притом. Они, необразованные евреи, вещи незавместимые. Они с трех лет изучают Тору, и пока они Тору не начнут читать, они мужчинами считаются. Бар Митцва, собственно, посвящение мальчикам мужчины заключается в том, что ему, как раз, повязывают повязку на руку с писанием, значит, налог, и он должен при всех прочесть из Торы, и с этого момента он вступает в вменяемый возраст. Вот, с этого момента он уже юноша, с этого момента он уже сам отвечает за свои действия. Он должен уметь читать Тору. Вот. Так что понятие, значит, евреи неграмотных во время было, в принципе, неверным, внутренним противоречием. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Другой пример. Послание к Галатам. Если же вы Христовы, то вы семья Авраамова и по обетованию наследники. Правильные выводы. Раз Христовы, то наследники. Первый вариант. Второй вариант правильного вывода, это раз не наследники, значит, не Христовы. Обратите внимание. То есть, наследник может быть не только потому, что Христовы. В Ветхом Завете иудеи по плоти являются наследниками обетования. Так же ж? Вот. То есть, они не Христовы, но наследники. Вот если они не наследники, тогда уже не Христовы точно. То есть, может быть, там и не Ветхозаветные иудеи, и не, значит, самое, но лучше. Если бы были Христовы, то были бы наследники. И неправильные выводы, которые можно сделать, это раз не Христовы, значит, не наследники. Или раз наследники, то Христовы. Пример Ветхозаветных иудеев. В первом случае, они, то есть, они не Христовы. Но неправильно он будет делать, потому что они не наследники. Вот. И правильный вывод, что раз наследники, значит, Христовы. Опять же, мы можем говорить, что Завет с Израилем, это Завет вечный. И Новый Завет, это лишь, значит, определенная стадия этого Вечного Завета. Это, опять же, о чем мы будем говорить в воскресенье вечером. Вот. То есть, таким образом, мы можем говорить, что Ветхозаветные иудеи, они Христовы еще до Христа. Как в свое время говорили про античных философов, что они христиане до Христа. Потому что они многие вещи сами поняли. Даже на смерть шли. Даже на смерть шли, сокрашивал, нашел на смерть по обвинению в атеизме. Потому что он утверждал, что боги Афин богами являться не могут. Бог может быть только один. Но, опять же, они знали все, что можно понять самим. Но они не знали только ту новость, которую может только кто-то рассказать. Историческое событие. И теперь, значит, мы таким образом, говоря в условном аргументе, мы тут же, в общем-то, указали на те логические ошибки, которые могут быть. И очень часто встречаются такие логические ошибки. Очень часто. И нужно, в общем-то, тренировать себя, чтобы их находить, когда, в общем-то, из вот этого условия. Вот эту логическую ошибку, о которой мы сейчас говорили, ее же допускают друзья Иова. Друзья Иова приходят. Если бы ты бога слушал, у тебя все было хорошо. То есть, они берут правильное условие, что, значит, бог благословляет любящих его. И дальше делать неправильное, раз у тебя плохо, значит, ты бога не слушаешься. Вот это та же самая логическая ошибка, то есть, необоснованный вывод. Он может быть правильным, может быть неправильным. В случае, он неправильный, но он мог быть и правильным. Ну, сейчас в современности, снова такие обоснованные ошибки делают. Раз человек заболел, приходит, упокайся, брат, ты соберешься. А когда ученики спрашивают, то же самое, они спрашивают, если, допустим, он слепой, да, кто смешал или это, да? А здесь отвечает, не он, не то или иначе. Да, он просто человек заболел, чтобы он пришел, поддержал, а ему сразу, ты крест, ты дал погасить, ты бог против. Да, ну, я рад, что вы видите, что то, что мы учим, это не сухие какие-то, в общем-то, вот это моя главная цель, это чтобы вы не просто вот какие-то сухие, значит, логические правила в этом нашли, а поняли, что вот это то, что непосредственно в нашей жизни, наше благовестие постоянно связано. Если мы, целое богословие устроено, что если ты с Богом в правильных отношениях, то у тебя будет 600-ый Мерседес и трехэтажная сдача. У нас по Киеву ездит один человек на огромном, политический деятель, на огромном небесного света с облаками Мерседеса с надписью «Я Сын Царя Небесная». И, соответственно, какое свидетельство для тех людей, которые любят Господа и благословленной болезнью, либо нищетой, тюрьмой и прочее, и Господь их таким образом использует. Перерыв. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»